Как ухаживать за своей одеждой? Как правильно стирать и сушить свою одежду и обувь, чтобы твои вещи прослужили тебе в 10 раз дольше? Если ты смотришь мои видео, то наверняка ты уже позаботился о том, чтобы в твоем гардеробе была стильная и красивая одежда, потому что ты точно знаешь, насколько важен внешний вид при общении с девушками, коллегами и даже руководством. Но, если неправильно ухаживать за одеждой, то любые, даже самые дорогие вещи прослужат тебе очень и очень недолго. Поэтому сегодня я расскажу тебе 7 правил, применяя которые ты сможешь продлить срок жизни своих вещей в 3, 5 и даже в 10 раз. Просто представь, сколько денег ты сможешь сэкономить в течение 3-5 лет. Меня зовут Александр Самсонов, я эксперт по мужскому стилю и сегодня я поделюсь с тобой несколькими своими секретами. Слушай внимательно, поехали! Правило номер 1. Читай этикетки на одежде. Почему-то этим пренебрегают многие парни. Если этикетки нет, то тебе необходимо определить тип материала, из которого состоит эта вещь. Потому что от материала зависит очень многое. Одежда из хлопка, например, гораздо более долговечна. Ведь ее можно стирать в стиральной машине, можно быть немного грубее, когда ты ее трешь. В то время как ткань из любого типа волос животных, будь то шерсть или махер, производится из белка и может быть испорчена нагреванием. Почему ты должен быть очень осторожен с такой тканью? И что я имею ввиду под словом испорчена? Вспомни приготовление яичницы. После того, как ты приготовил яйцо, ты не можешь вернуть его обратно к сырому виду. Подумай о своей ткани как о сыром яйце. Ведь ты не хочешь приготовить ее и навсегда изменить ее форму. Поэтому вначале всегда читай этикетку, чтобы не испортить ткань. Такие вещи, как шелк, например, необходимо отдавать в химчистку. Поэтому всегда следуй инструкциям, указанным на этикетке. Если в ней сказано, что вещь необходимо постирать в холодной воде, стирай в холодной. Если в ней сказано, что вещь необходимо сушить при низкой температуре, то делай именно так. Можно также повесить ее сушиться или положить на просушку. Это самый простой способ избежать преждевременного повреждения твоей одежды. Она не сягет, не потеряет свой цвет и форму. Иногда через неделю после покупки в моем магазине Я Эгоист клиент приходит, чтобы вернуть рубашку, потому что она села после стирки. И мы без лишних вопросов меняем ему вещи и возвращаем деньги. Потому что у нас, безусловно, и самая длинная в мире гарантия возврата обмена вещей 30 дней с момента приобретения. Он убежден, что дело в рубашке, потому что она плохого качества. Другие же клиенты благодарят меня за то, что носят мои вещи по 3-4 года и вещи сохраняют идеальный внешний вид. И разница между людьми лишь в том, что одни люди читают этикетки пересиркой, а другие нет. Мы всегда уверены в качестве своих вещей. Но, как я сказал, при неправильном уходе даже самая качественная и долговечная одежда проживет недолго. Правило номер два. Стирай вручную. Ты не должен стирать вручную все вещи, но очень много вещей можно было бы спасти, если бы ты так часто не стирал их в стиральной машине. Каждый раз, когда ты стираешь вещи в стиральной машине и пропускаешь через сушилку, она теряет один жизненный цикл. Например, рубашка может быть выстирана в стиральной машине 100 раз, прежде чем тебе ее придется заменить. Если ты носил эту сорочку только в течение 30 минут или в течение нескольких часов вечером, если она не пахнет и не такая грязная, просто повеси ее обратно на вешалку. Если на воротне появилось небольшое кольцо, просто постирай воротник вручную. Если у тебя, к примеру, есть кофейное пятно на манжете, выведи кофейное пятно, дай ему высохнуть и повесь сорочку обратно в шкаф. Стирай вручную, когда можешь. Ручная стирка удвоит или даже утроит срок службы твоей одежды. Третье правило. Пятна следует выводить сразу. У нас на одежде часто появляются различные пятна от вина, кетчупа, крови и чего-то еще. И частенько мы ждем несколько дней перед тем, как постирать вещь. Мы просто бросаем ее в корзину для белья, а затем через неделю стираем. Проблема в том, что многие пятна схватываются. И когда они схватываются, это означает, что они проникают в волокно. Заметил пятно? Как можно быстрее применять пятновый водитель, оставив вещь в контейнере для стирки. Можно налить туда немного воды, чтобы сохранить там влагу. Когда ты выводишь пятно сразу, ты предотвращаешь его проникновение в волокна. Правило номер четыре. Замачивание. Нет ничего плохого в том, чтобы замочить вещи, особенно для более прочной хлопчатой бумажной ткани. Ты можешь замочить вещи в воде на пару часов или даже ставить на сутки до самой стирки. Вода поможет немного удалить пятна. Без моющего средства и без пятного водителя вода не всегда удалит пятно. Но такие пятна, как кровь, на самом деле немного удаляют с помощью холодной воды. Правило номер пять. Используй чистую емкость или чистую стиральную машину. Иногда на одежде появляются пятна от ржавчины. Откуда взялось это пятно? Вероятно, оно появилось после стирки в стиральной машине. Убедить, что у тебя хорошая стиральная машина и что ты используешь чистую емкость для стирки. Иногда люди берут совершенно нормальную вещь или вещь с несколькими маленькими пятнами и стирают ее в грязной емкости, которая была использована с химическими веществами. Вместо того, чтобы вывести небольшие пятна, они в конечном итоге окрашивают вещь, потому что положили ее в контейнер, который не был чист и готов к этому. Если ты начинаешь замечать больше пятен ржавчины на своей одежде, то вероятно, потому что твоя машина устарела и, к сожалению, тебе ничего не остается сделать, как просто заменить ее. Кстати, для того, чтобы избавиться от пятна ржавчины очень быстро, нанеси на пятно немного лимонного сока. Оставь вещь под солнечными лучами и это поможет избавиться от ржавчины. Также внимательно следи за тем, чтобы вещи не окрашивать во время стирки. Если такое происходит, то стирай такую вещь отдельно от остальных. Не думаю, что ты будешь рад, когда твоя любимая белоснежная сорочка после стирки вдруг станет розоватой. Я, например, очень тщательно слежу за тем, чтобы вещи разных цветов стирать в разное время. После того, как я постирал свою белоснежную футболку, теперь розовую футболку с красной рубашкой. Внимательно следи за тем, чтобы вещи не окрашивали друг друга. Правило номер 6. Суши одежду на плоской поверхности или подвешивай ее. Бывает, что во время сушки в сушилке на одежде вытягиваются ниточки и по крупицам разрушают твою одежду. Так что будь осторожен с сушилками. Если одежду нельзя сушить на большой температуре, то не делай этого. Зачастую одежда из хлопка является самой долговечной. Будь очень осторожен, но не клади в сушилку вещи из шерсти. Вещи из шерсти должны сушиться на плоской поверхности. Ты же не хочешь, чтобы шерсть вытянулась. Что же произойдет, если ты каждый раз будешь подвешивать одежду из шерсти на веревку? Во-первых, вся вода скапливается внизу одежды. Она будет тянуть вещь вниз и растягивать. Во-вторых, если ты повесишь шерстяной свитер сушить, перекинуть через веревку, ну или что-то в этом роде, то он растянется в этих точках. Шерсть имеет естественную способность повторять форму твоего тела. И если ты высушил одежду из шерсти ненадлежащим образом, она, к сожалению, примет именно такую форму. Правило номер семь. Ты должен быть очень осторожен, когда используешь стиральную машину. Здесь необходим мудрый подход. Используй сумку для стирки в стиральной машине. Ты сможешь купить ее всего за 200-300 рублей в гипермаркете рядом с домом. Ты можешь спросить, хорошо, моя одежда будет менее чистой, если я постираю в специальном мешочке? Нет, потому что при стирке белье переворачивается таким образом, что мешок для стирки связывает ткань с грязью и пятнами, а потом выводит их. Я делаю это также с дорогими постельными комплектами. Стиральный мешок также защищает ткань от повреждения в стиральной машине. В нем ты также можешь стирать свои кеды или кроссовки, и с ними ничего не случится. И я также рекомендую чаще использовать режим деликатной стирки. Если на твоей одежде серьезная грязь и пятна от травы, тогда ты можешь стирать при регулярном режиме. Но для большинства твоей одежды деликатной стирки будет достаточно. Этот режим стирки будет менее суровым для нее. Это были 7 простых советов. Читай этикетки, стирай вручную, обработай пятна, замачивай, используй чистый тазик или стиральную машину, суши на плоской поверхности и используй стиральную машину с умом. Будем надеяться, что эти советы помогут тебе сохранить твою одежду в идеальном состоянии на долгие годы. Поставь палец вверх, если видео тебе понравилось или оказалось полезным. Напиши мне в комментариях, как еще ты ухаживаешь за одеждой, чтобы она долго сохраняла свой внешний вид. Мне реально интересно узнать твое мнение. Да и вообще пиши свои вопросы и комментарии, я с радостью отвечу. Поделись этим видео с друзьями, которым оно будет интересно. Прямо сейчас нажми на большую красную кнопку внизу и подпишись на мой канал, чтобы первым увидеть новые выпуски. Нажми сюда, чтобы посмотреть мое видео о том, как произвести сногсшибательное первое впечатление. Я даю 5 безотказных советов. Нажми сюда, чтобы посмотреть мое видео о том, как нравится девушкам и рассказывай о 10 ошибках, которые часто совершают мужчины при общении с девушками. Если ты хочешь больше узнать о мужском стиле, скачай бесплатно мою книгу «Стиль успешных мужчин». Там я рассказываю о том, как стильно одеваться, чтобы нравиться девушкам, много зарабатывать и добиться успеха. Если ты не знаешь, где и как выбрать себе подходящую рубашку, брюки или целый комплект одежды, или не хочешь переплачивать и тратить огромное количество времени на бесконечный выбор вещей в торговых центрах, оставь заявку на бесплатный подбор индивидуального стиля в магазине «Одежда. Я эгоист в Москве». Ведь одеваясь там, ты сэкономишь до 70% бюджета на одежду по сравнению с другими магазинами. Более того, стилисты магазина абсолютно бесплатно составят тебе готовый образ, подберут модную одежду, обувь и аксессуары под твои требования всего за 30 минут. Мы особое внимание уделяем тому, чтобы выбранные вещи сидели на тебе восхитительно. Не даем самую длинную в мире гарантию на одежду, 30 дней на обмен или возврат по любой причине. Экономить время, экономить деньги и при этом выглядеть сногсшибательно, разве это не то, о чем мечтает любой мужчина? В новой одежде ты будешь выглядеть потрясающе, чувствовать себя уверенно и производить самое лучшее первое впечатление на девушек. Прямо сейчас нажми на кнопку «Записаться к стилисту бесплатно» и оставь заявку на сайте. Девушка-менеджер с тобой свяжет и уточнит, когда тебе удобно приехать. Назови кодовое слово «Уход» за одежды и получи скидку 10% на первую покупку. Кстати, это единственный магазин, который гарантирует, что если в новой одежде ты не получишь трех комплиментов за неделю, тебе вернут деньги. По-моему, это очень круто. На сегодня у меня все. С тобой был Александр Самсонов, владелец сети мужских бутиков «Я эгоист». Наслаждайся жизнью, выглядись сногсшибательно каждый день и приноси людям радость. До встречи в новых видео.